Настало время серьёзных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на MarathonBet, где каждый день тебя ждут более тысячи спортивных событий в режиме лайф, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. Делайте ставки в MarathonBet. Здравствуйте, дамы и господа, с вами вновь Соди, и мы продолжаем катать великолепный Drive Club на PS4. В прошлый раз мы начали проходить новые испытания Орех. Они же Apex, вот как-то так это всё зовётся. И сегодня мы продолжим дальше эти покатушки. Мы довольно-таки успешно собирали все звёзды из всех возможных и продолжим эту традицию как-то соблюдать. Так, ребят, сейчас мы поедем на Литон Раз, вот как это читается. Chevrolet Corvette ZR1, короче, там не в***ческий какой-то эдишен. Ну хорошо, поехали, прокатимся. Я так понимаю, то, что заездик будет на время, я смотрю, здесь на Орехи любят заезды на время делать. Ну да ладно, они вполне себе нормально катаются. Ух, блин, Американтас, это реально круто. Это V8 под капотом, и это просто очень брутально и нервно на дороге. А нервно на дороге, скорее, должно быть интересно. Правда, я не знаю. 3.13, и там нужно взять время. Надеюсь, дождя будет дождь. Ха-ха. Значит, мы будем ставить Американтас и дождь. Мощный Американтас, сверхмощный Американтас и дождь. Короче, будет весело. Поехали. Ну-ка. Ух, как он таскается на старте. А, это заезд на время еще и типа спринтец. Оп-па-па. Хорошо. Попробуем. Посмотрим, как пойдет. Видимость. Нихера не видно. На, тихо. Видимо, еще подкатиться надо бы. Мои, мои, это самое, золотишко. От меня уехало уже. Пока я тут борюсь с машиной. А я буквально с ней борюсь. Тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо, не надо. Не надо, тошнит меня. Звука мотора нихера не. Слышите, как будто... Как будто шумка здесь реально первоклассная. Это странно. Но, тем не менее, зато улицу я слышу хорошо. Это тоже странно. Твою! Так, ладно. Это был, будем считать, вкат. Поехали на рестарт. Попытка номер два. Это нихера не просто будет. Сбросил обороты, как будто система стабилизации включена. Но при этом она совершенно не чувствуется в момент заезда. Тачка, блин, таскается по всей дороге. Как скотина какая-то. Недорезанная. И смотри, как меня вздергивают эти... Эти, блин, душки неведомые. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не чувствую машину совершенно. Так, у меня есть хорошая идея. Переключился бы на вид из лобаша. Ладно, я и так справлюсь. На коспол пройду, здесь не пройду. Нихера не видно. Ох, как опасно-то. Здесь притормозить. В пол. Отлично. На третьей передаче она по стабильнее прошла. А вот здесь надо будет притормаживать опять же. На спуске было стрёмно. Третья передача. Никаких пониженных передач. Как это делал Айртон Сенов в своё время. Человек дождя, он же. Он катался на повышенных передачах. И он всегда был на первом месте. Практически всегда. Кировую погоду. Ему это помогало. Оп, подрезали. Штрафа не дали. Отлично. Если бы я ещё хорошо знал бы этот трек. Было бы вообще прекрасно. Боком заныриваем. Тихо-тихо-тихо. Раскачка это очень страшно в такую хреновую погоду. Очень скользко. Можно в пол продавливать. Так, зелёный поворот. Который ни хера-то и не зелёный мне показался. А тут как будто бы даже дождь уменьшается. Тут на второй придётся скинуться. Утапливаем. Но пока что я время очень серьёзно опережаю. Это очень удивительно. Ну ладно, меня это устраивает на самом деле. Хорошо прёт, конечно, машина. Дождь прекратился. Это радует. Правда тут опять что-то стало паспорно и опять идёт дождь. Тут что, настолько динамическая погода? Притормозил слишком уж даже. Не перегазовываем. Начинаются весёлые этапы. Весёлые виражи. Шпилька. Которую я не очень люблю в драйв-клэбе. Не подгазовываю. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо машинка. Не перегазовал. Отлично. Я понял, что это за трек. Я на нём катался только в противоположную сторону. Тут-то тоже до второй. Машину нельзя агрить. На ней нужно поспокойнее максимально. Набираем потихоньку. Ещё одна шпилька. И дальше будет мост, кажется. И там надо будет тапку в пол вваливать. Потому что мы поедем в горку. И там будет серьёзная прямая. Я здесь на электровенике каком-то ездил. Который мне жёстко трепал нервы. Да, вот прямая. Здесь перепад высоты. Ох! Круто. Всё, ребят. Далее не налажать. Потому что здесь трек такой специфический. В этом моменте. Немножко такой подбулевает влево-право. Отлично. Не, ну по времени, кажется. Я жёстко успеваю. Жёстко успеваю. Ииии! Красава! Отлично. Наш тёмный пилот. Чернокожий справился с заданием. Ну, блин. Шесть... Пять с половиной секунд, в общем-то, в запасе осталось. Довольно-таки легко мне это со второго раза далось. Когда я понял, что не стоит слишком наступать. Не стоит слишком... Ну, смотри. Прямо время шикарное получилось. Даже в сравнении с друзьями. Погнали дальше. Не стоит слишком пользоваться высоким крутящим моментом на высоких передачах. Хорошо. Бритиш-хипер-сириес. Именно так зовётся следующий этап. Поехали. Тачку, я так думаю, дадут на выбор. Итак, у нас есть божественный Яга CX-75. У нас есть сумасшедший McLaren F1 Limited, видимо. LM, хрен знает. Есть McLaren P1 GTR. И есть McLaren просто P1. А в чём разница? А-а-а, P1 GTR 986 лошадиных сил имеет. Но, на самом деле, эта тачка самая мощная. Но при этом полторы тонны имеет. А эта тачка меньше мощности. Она имеет килограмм, но она нервная достаточно. Слушайте, ну я прям даже не знаю, на чём бы остановить свой выбор. Интересно заценить McLaren, но я об этом могу пожалеть. Давай заценим McLaren. Ух, я так думаю, что она должна быть очень быстрой. Поеду под рулевых сейчас. Посмотрим. Чё за зверь такой? Ох, какая баранка роскошная. Он чем-то смахивает на GT. Класс этот автомобиль. Хорошо, занять, попасть в двойку и среднюю скорость нам нужно 154 км взять. Ну, на этой машине, думаю, что это будет реально, надеюсь. Так, ну вот то, что мы едем ночью, это не очень круто. Я думаю, может баранку подпоменять. Так, чисто случайно. На подобии той, что было в McLaren. А я так и сделаю. Как же круто, что у меня не Хрустмастер, а классный руль от Фанатек. Холодц. А, тут ещё есть нюанс. Подрулевые. Класс. Лёгким движением руки всё это дело у нас меняется. Заценим с этой бараночкой, прям как в F1. Такой руль, кстати, вышел у Фанатеков недавно. Я на него сильно засматриваюсь? Сильно засматриваюсь? После полноценного руля чуть непривычно. Уху! Сука, почти тысяча коней под жопой, на самом деле, а не под капотом у нас. Сумасшедшая тачка. Невероятный драйв. Четыре круга у нас, гонушка будет. А чё мы так тормозим? Атакуем, блин. Справился. Ты слышишь турбину? Здесь такое слышать необычно. Прям с blow-off. Сумасшедшая тачка. Невероятный держак. Отменные тормоза. Так, чё ещё добавить-то? Макларен обычно такими прелестями... Опа, средняя скорость. Не радует. Не дожал я. Но у нас будет впереди ещё четыре круга, поэтому есть время. Уху-ху-ху! Поохренеть. Просто охренеть. Нихера не видно. Решил не рисковать. Ведь батончики. Нравится мне эта тачка здесь. Тихо. Только очень приборка неяркая какая-то. Это необычно. Подрезали чуть. Тормоза просто космос. Неожиданно. И с этим рулём на ней довольно комфортно ехать. Справился. Ну, поехали. Ну, поехали. Немножко ошибся. Не хватило. Не хватило чуть-чуть. Надо ещё быстрее. Вот-то вот немножко ошибся. Оно мне сейчас я окнулось. Так. Так. Вижу. Удержался. Не, ребята. Этот Макларен он просто какой-то фантастика. Фантастический. Очень быстрый. И очень комфортный. Я такого не ожидал от Макларена. Совершенно. Я думал, что он будет очень сложный. Но он таковым... Справился. Ну, местами является. Да. Борзеть не стоит. Борзеть не стоит. Охренеть. Так. Внимание. Челлендж. Отлично. Ещё и с запасом. Нехер делать прошёл. Поагрессивнее. И всё получилось. Так. Вот теперь давайте здесь не допустить ошибку сейчас. Едем на последний круг. Под ОПЕКС. Ладно-таки Макларен. Под Орех. Да? О! Ошибочка-таки. Обманчивый трек достаточно. Какая дачка. Мне Драйв Клаб реально дарит кайф. С правильными автомобилями. Просто офигенно. И форситбэк отменный. Ещё раз хочется отметить. Насколько я не любитель гиперкаров, но этот гиперкар мне невероятно нравится. Я готов на него много чемпионатов проехать. Очень классный. Вы знаете, что-то есть у него от F1. Причём не Макларена, а F1. А какого-нибудь Берседеса скорее. Или на крайняк Феррари. Отхрененная машина. Просто фантастика. Просто фантастика. Ни одного минуса не могу сказать. А в поведении этого автомобиля для своего класса это просто писец. Очень легко мне далась эта гонка на самом деле. И я лично получил невероятное наслаждение. Класс, ребят. Едем на следующий этап. Теперь нам нужно приехать. Время круга не более минуты 53. Хорошо. Нужно так пушить по-жёсткому и всё получится. В принципе, тачка очень располагает. Ну, посмотрим. Плохо то, что здесь куча треков, которые... Ну, я так себе знаю. Но, в принципе, глядя на трассу, как-то плюс-минус получается. А, этот трек я катался на нём, помню. Более-менее. Да-да, помню, помню. Погнали. Сейчас, по-моему, Шотландия. Сейчас пуск будет. Здесь на спуске очень легко контрольная тачка теряется. Опа-па-па-па. Ух ты хера, блин. Профигачились-то как. Звук турбины меня просто умиляет и пугает одновременно. При этом, он очень стабильно выходит из поворота. Я вам говорю, что у этой тачки повадки боли до Формулы-1. Если он на туре бы так рулился, это просто офигеть. У него характер, Ф1. Тормоза, выход с поворотом. Да это, блядь, болит. Самый настоящий. Болит в кузове. Макларен, Ф1 и рядом не валялся, честно говоря. Сверхтехнологичный автомобиль. Позволяет делать что-то невообразимое. Ты видишь, как мы с ним боремся? То я его прошел, то он меня прошел. Вот это здорово. И, между прочим, что там у нас? Яга. Си-к-75, да, кажись? Он же. Похоже, по крайней мере. Лидирует. Яга тоже, блин, со своим 1.6 удивляет. Ну, этой тачке нахер не нужен никакой там электронный полный привод. Она божественна в том виде, как она есть. Так. У нас лидирует, опять же, Макларен. И сейчас мы с Липстримом начинаем его давить. Есть. Я с первого же круга взял нужное время, ребят. При том, что это старт с места был. Приторможу-ка. Ну, все, боты, вам каплык. Серьезно. Теперь мне ничто не мешает. А тут возможности и просто космос какой-то. Потенциал сумасшедшей у тачки. Мне было бы интересно увидеть схватку между этим автомобилем и настоящим болидом F1. Это было бы охрененно интересно. Сумасшествие какое-то. Фантастика, ребят. А сколько кругов? Три круга у нас. Три круга чистого удовольствия. Редко, когда я так хорошо высказываюсь в адрес таких быстрых машин. Такое крайне редко. Агрессивненько, но что делать? Борьба идет. Как смотреть назад, непонятно. Ну ладно, не особо-то и надо. Едем не тупим, все будет прекрасно. Стопэ. Реакция на руль просто молниеносная. У машины. Казалось-то, что ее понесло. Кирак, кирак. Уже все исправлено. О, снесло-таки. Переток. И все-таки рулит. F1 рулит. Для очень быстрых тачек. Реакция сильно увеличивается разительно. Мы уже в отрыве. Небольшом, но отрыве. Так, здесь не потерять бы контроль. Отлично. Это самый страшный был момент на этом треке. Шпилечка. Примерно посредине шпильки я начинаю подгазовывать. От тормоза. Офигеть. И тачка без проблем. Без каких-либо вилянь из жопы. Идеально выходит из поворота. Это ли не фантастика? Настоящая фантастика. А скорость как чувствуется здесь? Одна из немногих игр, которая способна через наши экраны передать очень круто ощущение скорости. Можно даже приукрасить слегка из этой тряски, но это скорее больше нравится, чем не нравится. В пол очень стабильно. Я порой пытаюсь корректировать, но не особо-то и нужно. Так, последний круг. Вот он, я тем не менее не отстаю. Движ менее секунды. Одна ошибка и все. Но я не намерен допускать эту ошибку. Такую, чтобы они уж прошли, ведь это точно нет. Газ в пол. Это фантастика. Очень драйвово. Очень драйвово. Просто охренительно. Вот, ребят. Вот просто без шуток. Это просто фантастика. Более крутого автомобиля и более быстрого в этой игре я не припоминаю. McLaren P1 GTR. Охренеть. А мне наступал на тапки обычный P1, обрати внимание. И все-таки Яга приехала третий. Тоже круто. Что, все? Ха! Мне мало. Серьезно. Я еще хочу эту тачку. Хотя, сам я вообще не фанат McLaren. Ну, они симпатичные, конечно. Из британцев достаточно интересные. Но никогда я не был фанатом. Так, McLaren Showdown. Именно так называется наш следующий заезд. Первое место. Поединок, повороты. Две сто. Время круга. Нихера себе. Это что, все сразу или три заезда будет? Так, нам дают тут на выбор. Опять-таки. Шестьсот пятидесятый McLaren. Пятьсот семидесятый McLaren. А, двенадцать С к нему я склонен. Предзаказная версия. А в чем разница? Никакой разницы. Разница только лишь в цвете. Кстати, симпатично выглядит. Я больше склонен к двенадцать С. Честно говоря. Хотя, шестьсот пятьдесят С самый производительный. А что весит? Этот чуть полегче. И почти шестьсот коней у него. Ну, и в принципе у него нравится. Я на нем и прокачусь. Что за руль у него? Давай посмотрим. Там обычный круглый. Я уже поеду на этом. Не буду не перекидывать. Тачка тоже быстрая достаточно. И с таким рулем реакция просто офигенная. Хорошо. Это три цели на один заезд. Серьезно? Хорошо. Мы попробуем. У нас опять-таки дождь. И у нас Индия. Трек обманчивый. Трек достаточно. Поехали. Ну, погнали. Посмотрим, на что способна эта тачка. Ооо, тут уже больше нервов. Подвесочка более расхлябанная. После предыдущего автомобиля. Это уже не то, ребят. Это уже тот бакларен, которому я относительно холоден. Очки взял. Время хер вас знает. Это скорее автомобиль, которому надо бы и подкатиться чуть. Но времени нет. Атака. Со следующего круга будет 51 секунда. Надеюсь, если мне не помешают боты. Либо если я не налажаю. Четыре круга у нас. Капец. Поняли? Что такое Макларен? Истинный. Два поворота мы налажали уже. Тут вот три звезды сложнее будет. По крайней мере, на этом автомобиле. Скотина. Ты меня понервируй еще. Очень нестабильный аппарат. Пол. С липстримом. Время. Не успеваем. Нет. Не успеваем. После этого так тем более. Седьмое место. Класс. Я уже аж огорчился чуть. Можно дворником убрать? Спасибо. С лобового стекла. Капли дождя. Это совсем не GT1. А, P1. GTR. Попробуем, наверное, на 650. Он тут. Да проеду уже как есть. Не знаю. Первое место возьму. Не возьму один круг. Время я не взял. И вряд ли возьму. Ну, чуть получше, но такое. Все равно его выносит на обочину. Танцы и пляски. Мне не нравится, как идет. Как стоит этот автомобиль. Мне, в принципе, не нравится. Даже победу на нем взять не получится. Ну да, там сплошные 650-е такие тачки. Я уже даже не думаю о треке особо. Говно, а не машина. Меняем его. Попробуем что-то другое. После того, на чем я только что катался, пересаживаться на это. 650-е скупе у нас побеждает. Пересаживаться на это вообще не вариант. Хорошо. Выходим отсюда. Нет, продолжить все-таки и пересаживаться на другой автомобиль. Ниочемная машина. Красиво выглядит. Бесспорно. Но то, как стоит на дороге, просто смешно даже. Для такого уровня. Ну, серьезно. Так. 650-е скупе. Да, я беру более производительную версию. Смысл мне брать 570-е, когда есть такой аппарат у нас. Ну, давай, заценим его. Чувак. Вы меня что сейчас подсовываете? Заберите это ведро, которое вы мне... А, да? То есть у него жопа тупо такая же, как у 12С? Ладно. Допустим. В цвете обоклада... Да, прикинь. Не узнал. Не узнал машинку. Ха-ха. Праворульная. В принципе, как и так, кажется, была. Я даже не обратил внимания, честно говоря. Хорошо. Это какая-то смесь P1 и... 4С12. Это, господи. 12С4. Хер пойми. Короче, поехали, ребят. Ну, давай, кашетку в пол. Наступаем. Посмотрим, на что способна эта штука. Давайте это будет не типичный Макларен. Хороший Макларен. Ну вот, что я вижу сходу. С первого же поворота я беру все вот эти вот старые Макларены. Уже седьмое место. С первого же поворота. Скольжение присутствует, но оно сильно контролируемый. Машина жестче стоит. И, в принципе, гораздо интереснее едет. Подрежем тут. Пятое место с первого круга. Вот это я называю действительно результат против того, что было. Так, сейчас бы пройти этот поворот, клятый. Боком, ты смотри, как красиво. Этот Макларен мне тоже нравится. Надо было не играться, а брать сразу нормальную тачку. А не идти еще куда-то заниматься. Двинь балочки, двинь балочки. Справился. Охренеть. Есть такие интересные Макларены. Так, сейчас будет атака, только очень... Не очень удачная, так скажем. Порываюсь на второе место. Оу. Время. Да, взял. Дело за малым. За два круга приехать первым. Я хочу сказать, что на этой тачке вполне себе это реализуемо. Тщательнее нужно подходить к выбору автомобилев. Я даже подыгрываю ему, когда идет занос. Легкий дрифтец такой. Подыгрываю газком. Хера не видно. И он очень покладисто себя ведет. Так, как мне нужно. Я люблю такие тачки. Которые слушаются руля, а не создают тебе проблемы. Давайте сейчас включится солнце резко. Нахер нам этот дождь. Последний круг. Я уже не рискую спокойненько. Хочу-то проехать, как говорится. Хотя машинка располагает реально наваливать. Хороший аппарат. Кто-то меня там догоняет сзади. Не-не-не, братва. Так. Не гонает. Спокойненько. Все, пара поворотов осталась. Эти повороты я хорошо прохавал. Бочком и на выход в пол. Эта тачка мне определенно нравится. Первое место. С первого же раза. На правильной тачке. Хлебайс. И забрали. Это было потно, но это было круто. Крутой челлендж. Очень крутой. Удивили меня сегодня британские тачки. Просто, ну, не ожидал. Вот. В хорошем смысле этого слова не ожидал. Так, ребятки. В следующем видео у нас останется дрифт. Мастер-класс на Open Wheels. Потом Lock and Load на Enzo Ferrari. И, конечно же, орех. Трофей. Поборемся там. Очень крутые тачки нас ждут. Очень крутые челленджи. Очень скоростные тачки. В очень кайфовой игре. Так что, ребятки. Подписывайтесь на каналчик, если вам нравятся мои прохождения гонок. Теперь будет чаще выходить игры с PS4. Я купил, наконец-то, HDMI Switch. Теперь мне не надо дрочить вот эту плату видеозаплата. Комплекс, бокс, PS4. Меня раньше харило. Теперь кнопочку нажал. Все работает без проблем. Можно снимать со всего подряд. А стоило это сделать еще, блин, два года назад. Ну, вот как-то так. На слоупойке я немножко был. Все, ребят. Огромное спасибо, что посмотрели это видео. Хороших вам рождественских праздников. Хорошего вам рождественского настроения. С вами был Sony. Увидимся. Пока.